Слушайте, очередная новость из разряда «Я у мамы дурачок», вот сейчас ее зачитаю, а вы попробуйте переварить услышанное. Итак, Минсельхоз опроверг слухи о возможном росте цены на хлеб с 1 февраля. Напомню, на неделе обоном сообщили РБК со ссылкой сразу на несколько крупных производителей хлебобулочных изделий. Так вот, Минсельхоз опроверг эту информацию. Предпосылок нет, подытожили в ведомстве, читаем дальше. При этом там допускают, что цены могут быть пересмотрены в рамках взаимоотношений бизнеса. Возможны отдельные случаи, когда стоимость некоторых позиций все-таки изменится. Понятно, что в сторону увеличения, да ой блин, я ухахатываюсь просто с данного цирка, если совсем по-русски. Уважаемые соотечественники, не переживайте, хлеб дорожать не будет, мама, и клянемся, но может. Как ее ПРСТ, а впрочем, пипл ведь снова схавает. Начинаем! Левада Центр Левада Центр меж тем выяснил, вот тут надо сказать, организация, признанная в России иностранным агентом. Так вот, Левада Центр выяснил, что 45% россиян постоянно испытывают страх нищеты, еще 19% испытывают этот страх периодически. Вот это поваров. 22 года мы вставали с колен вместе с Владимиром Владимировичем, а на 23-м году стабильности пришли к тому, что 64% населения скреп державы больше всего на свете боятся остаться у разбитого корыта. Людей пугают, что они в любой момент могут лишиться средств к существованию. Людей пугают, что они в любой момент могут пополнить армию нищих, которые копаются в помойках, чтобы не умереть с голоду. И я не ошибся, когда произнес сейчас это слово сочетание армия нищих, потому что это именно армия. 64% в абсолютных цифрах это 90 с лишним миллионов человек, представляете? 90 миллионов наших сограждан через день и каждый день вздрагивают от того, что у них нет уверенности даже в ближайшем будущем. Ну потому что, например, предприятие, на котором человек работает, может схлопнуться. Примеры мы наблюдаем ежедневно. Вздрагивают от того, что нет никаких накоплений на такой случай, на черный день это еще называется. Может так статься, что не на что будет даже хлеба купить, а еще наше население закредитовано по самые уши, что создает дополнительную угрозу. В случае с чего отберут даже вот эту вот бабушкину однокомнатную хрущевку. Слуги народа позаботились и об этом. Итак, единственное жилье, больше не ваша крепость, теперь его могут изъять за долги, так решил Конституционный суд. На улице вы не окажетесь, но вполне вероятно, что остаток дней придется коротать в мини-студии вместо пятикомнатной имеющейся квартиры. Ну, хорошая новость в том, что домашних питомцев наоборот запретили изымать. Население нашей страны сегодня должно по кредитам более 23 триллионов, чтобы вы понимали, это больше годового бюджета страны. И отдавать деньги людям нечем. С 2014 года мы переживаем кризис за кризисом. Два последних года живем в условиях пандемии. 20 миллионов уже остались без работы. 12 находятся за чертой бедности, то есть меньше мрота. Доходы у таких граждан меньше 13 тысяч. Впрочем, я уверен, что объективные цифры по безработным и по тем, кто оказался за той самой чертой гораздо выше, так и живем. Это реальная журналистика цветем и пахнем или здравствуй, скрепый Новый год, тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Вот прям слышу, что кто-то уже стучит по клавиатуре спеша настрочить комментарии серии. А зачем в кредит-то тот несчастный вылезал, если понимал, что отдавать будет нечем? Сам виноват, сам дурак. Хорошо, давайте расскажу, как же так получилось. И так, представьте себе, жил-был человек в какой-нибудь Ивановской области, работал себе долгие годы на каком-то предприятии по производству чего-нибудь, человек потихонечку продвигался по карьерной лестнице, строил планы на будущее. Зарплата, конечно, была не ахти какая, но строить планы все-таки позволяло. Например, такие, как рождение ребенка, или покупка старенькой машинешки в кредит, или квартирешки в ту же ипотеку, а однажды наш замечательный, великий геостротек решил объявить себя собирателем земель русских и перессорился по этому поводу со всем миром. Они нам за это санкции, мы им в ответ контрсанкции. В результате вот этот вот Ивановский завод, где работал наш с вами герой, и который на 50 и даже на 70 процентов зависит от иностранных комплектующих, остался без запчастей, в конце концов тупо встал, сотрудников отправили в бессрочный отпуск, без содержания, без зарплаты. Таким образом, гражданин, о котором рассказывал выше, по сути стал безработным. В одночасье рухнула вся его жизнь. В одночасье рухнули все его планы. Виноват ли он в этом? Нет. Просто дедушка Вова не посчитал нужным предупредить нацию о том, что он собирается провернуть финт ушами под названием «Что-то там наш», после чего начнется вселенский звездец, а человек уже влез в эту ипотеку или в этот автокредит. Нет сомнения, что мы с этим давлением справимся. Мы уже научились это делать и обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономики, нашему собственному экономическому развитию. Еще один пример о полезных решениях и действиях наших властей. Пожалуйста, вот вы знаете, как моя сестра потеряла работу, она бухгалтер общепития, много лет этим занималась, в принципе была уверена, что у нее вполне себе стабильная профессия. Ну а что, люди-то всегда будут хотеть есть? А потом в двери позвонила пандемия и эффективные путинские менеджеры начали вводить локдауны, QR-коды и прочие дурацкие ограничения. И все. Накрылся тот общепит медным тазом, только по официальным данным за два коронавирусных года уничтожено до 40% столовых, кафе, баров и ресторанов, почти половина рынка. Те, кто остались и барахтаются, ни в чем не уверены, конечно, владельцам того общепита сейчас не до бухгалтеров. Да и других сотрудников там тоже сокращают. Да-да-да, вот кто-то опять сейчас уже строчит комментарии, ну пусть вообще сменит профессию на любую другую, на какую другую. Сухие цифры. В прошлом году в России о своем банкротстве объявили 400 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. 400 тысяч. И это не только рестораны и бутики. У меня вон возле дома в центре Екатеринбурга продуктовый магазин схлопнулся. Не вывезли ребята, так куда идти устраиваться моей сестре и другим людям, попавшим под замес, что на что менять, если с каждым днем работодателей остается все меньше и меньше. В России, как известно, безработных не бывает. Приказ партии и правительства, что все люди должны находиться на каких-то рабочих местах. У нас не должно быть никаких голодных выступлений. Поэтому здесь и сейчас вы все где-то работаете, но деньги не получаете. Но главное, вы же работаете. Это как выходной без выходного. Вот точно такая же ситуация у нас, соответственно, с безработицей. Безработицы в России никогда нет, не было и не будет. И ни при, как говорится, ни при Владимира Владимировича никогда пенсионный возраст, точно так же и безработица никогда-никогда не выйдет из рамок математической погрешности. Даже если вы деньги получать не будете, а даже вход на ваше предприятие будет платный, безработицы при этом все равно не будет. Но вам придется откуда-то влезать в кредиты. Вот вы же знаете, сейчас очень модно беспроцентные кредиты на выплату заработной платы. А впрочем, каждый раз убеждаюсь, что я говорю в эфирах своих программ, то, что говорит тот же Дмитрий Потапенко и многие другие мои коллеги. Это для подавляющего большинства граждан по-прежнему китайская грамота. С одной стороны, вот 90 миллионов россиян очень боятся нищеты и безденежья, с другой 9 из 10, они же, не в состоянии сложить 3,2 и провести элементарную параллель. Найти взаимосвязь между бездарным управлением страной командой Владимира Путина и происходящими у нас процессами. Пропагандисты все-таки не даром свой хлеб едят. Кстати, конкретный пример подвезли. Дружественный с нами канал «Что делать» и его ведущая Алла Наумчева провели очередной опрос среди москвичей. Как обычно, тема «Злободневное противостояние России и НАТО на фоне конфликта «Скреп державы с Украиной» еще раз это важно. Опрос ребята проводили на улицах Москвы, города, в котором традиционно считается, живут более образованные люди. Где больший выбор альтернативных источников информации не только телевизор. Где у людей в том числе больше возможностей для саморазвития, честно. Когда Алла показала мне этот видеоролик на днях, я был не просто удивлен. Я был даже раздосадован. Внимание на экран. Хотели бы вы, чтобы Россия вступила в НАТО и Евросоюз? Да пошли вы нафиг с этим НАТО. Не хочу я ничего. А почему? Это НАТО оборзело. Что оно вам сделало? Что оно нам не сделало? Лесбианство, гейство, там ужас. Могут детей отобрать на части. Это плохо. Ни в коем случае. Я 30 лет там живу. Выронили что-то? Ни в коем случае. Почему? Потому что это наши враги. Скажите, а что они для нас сделали вот такого плохого, что они стали нам врагами? Так исторически. Исторически так повелось. Еще Александр Третий говорил, по-моему, да? Что Россия все враги, кроме армии и флота. Вы с ума сошли? Просто вас? Нет. Нет. А почему? Я патриотка, поэтому нам достаточно было в свое время Варшавского договора. Скажите, пожалуйста, что вообще НАТО и Евросоюз сделали России? Чем они нам вредят? Даже говорить не хочу на эту тему. Полную версию опроса сможете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Также оставлю эту ссылку в закрепленном комментарии. По понятным причинам не могу вставить в программу все, поэтому самые сливки вас ждут на страничке у Аллы. И там не только этот ролик на канале, что делать в принципе, много интересного. А еще, что мне в ребятах нравится, они используют нестандартные подходы. Не просто там опросили прохожих и гуляй, Вася. Те же вопросы затем адресуются чиновникам, политикам, общественным деятелям и так далее. И на контрасте довольно-таки забавно получается. В общем, ссылка будет внизу. Переходите, подписывайтесь на их канал, не пожалеете. Ну и еще немного изюма. Они трансгендерами танцурок видов. Они трансгендерами танцурок видов. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так проверяйте подписки. Часто слетают. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Все, пока. Пока.